ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Деньги заработали, дело замало, воскрешили цены. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если не будем добавить больше нечем, мы едем в торговый центр строительный. Хочу посмотреть кварц винил. Я хочу стелить полностью кварц винил на всю квартиру. Вообще, чтобы не париться. Я там один присмотрела, хочу еще посмотреть. Может быть, на нем не остановлюсь. Он такой, знаете, елочкой. Мне нравится. Очень красиво смотрится. Благородный такой светло-горючный оттенок. Вот такая вечеринка. Я выбираю кварц винил на всю квартиру елочкой хочу. Думаю, что-то как-то дорого вообще елочкой выходит. Так что есть из чего выбрать. Мне хочется елочкой. Мы объездили кучу магазинов, выбрала я вот такие вот обои под покраску. Самые простые, обычные, светлые. Минимум рифленности. Вот, смотрите, какое небо красиво. Это на коридор. А краску я уже куплю в Леруа. Потом, наверное, на днях поеду. Такая вот красота. Я продолжаю влог. Я надеюсь, вы помните, да, что недавно моей маме было в день рождения. И я ей ездила в Ревгош, покупала духи. Которые ей, кстати, очень понравились. Она осталась довольна. И пока я выбирала ей, я присмотрела себе несколько. Потому что мой аромат на весну уже почти закончился. И мне захотелось что-то новенькое. Особенно после вот этой затяжной зимы. Вот эти, знаете, древесные ароматы уже надоели. Хочется легкости, свежести. Вот на весну, на лето. Когда я была в магазине, я нанесла себе несколько ароматов. И ходила в течение дня, прислушивалась, какой мне больше нравится. Спустя пару дней я определилась. Вы знаете, да, моя любовь к онлайн-покупкам. И некогда мне было ездить по магазинам. И поэтому я заказала через онлайн-магазин Ревгош. Это очень удобно. Значит, парфюм я выбрала вот такой вот от Фурла. Вот так вот он выглядит. Вообще в магазине Ревгош и онлайн-магазине огромный ассортимент с выгодой до 50%. Постоянные акционные предложения и клиентские дни, в которые можно познакомиться с новыми брендами. Большой выбор люкс-сегмента и ниши в парфюмерии. Доступна услуга экспресс-доставки всего за 2 часа. Представляете, девочки? Скидки до 50% распространяются на бренды класса люкс, которые часто не участвуют в спецпредложениях. Доступные цены и доставка по всей России. Ну что, давайте посмотрим, что же я купила. Пару слов про сам парфюм. Это фруктовый, цветочный, такой, знаете, пудровый аромат. Как раз на весну, на лето. Это аромат гимн истинной женственности, очарованию и соблазнительной элегантности. Жизнерадостный фейерверк цитрусов, прохладная нежная лаванда из сочного персика в окружении цветочных нот розы, лепестковой, жасмина и ландышей. Нежный, сладенький, женственный, девчачий такой аромат. Кончился гель для бровей. Вот я себе заказала фирмы Artvisage. Вот такие вот румяна от Vivienne Sabon. Тут румяна более розовые и более, знаете, коралловые. Сейчас распакуем, посмотрим. И взяла вот такой вот блеск на лето. Захотелось чего-то блестящее. Мелкие-мелкие блески. Идеально на лето. И если вы хотите порадовать себя либо своих близких весенними новиночками, то ловите мой промокодик, который дает скидку 20% при покупке на сайте либо в онлайн-магазине. Все ссылочки я оставляю в описании. Вообще всю информацию. Переходите, покупайте. И всем хорошего весеннего и летнего настроения. Я сейчас иду на ВБ, на Озон. В общем, там она заказала себе всяких шмоток летних уже, знаете, таких красивых юбочки там. И сегодня стала на весе. Я поняла, что поправилась на пару килограмм. Думаю, блин, надо держать себя в руках. Вот, знаете, вот эта шаверма, куличики, шашлычки. Только перестаешь контролировать все. Поэтому иду мерить и мотивация мне худеть. Мой поход на ВБ закончился удачно. Я выкупила все. У меня девушка на пункте выдачи сказала, вы идеальный покупатель. Ну, что нету возвратов. Я вообще, кстати, всегда заказываю и крайне редко возвращаю, потому что я точно знаю, чего я хочу. Единственное, когда я делаю возвраты, это, ну, когда, допустим, совсем откровенное качество плохое, да, либо я размер не подошел, я перезаказываю. Сейчас я еду на квартиру. Ну, вот, у меня тут вопрос по поводу обоев. Я очень переживаю. В общем, я сфотографировала обои, когда в прошлый раз была. И только потом, спустя пару дней, увидела, что как будто бы, знаете, рисунок не... Ну, в общем, есть вопросы по рисунку. Поэтому хочу приехать, посмотреть. Надеюсь, не придется переклеивать, потому что вроде с мамой вместе там все делали, но как-то, не знаю, переживаю. Лучше перестраховаться, правильно? Лучше переклеить в случае чего. Потом, после этого, мы едем с Настеной к стоматологу опять. Ой, кажется, что мы так часто ездим к нему. Ну, брекеты надо обязательно следить, смотреть там, подтягивать. Мне тут такой гневный комментарий написали, что вот, Марина, твои влоги такие скучные. Один ремонт, одни шмотки. Ничего интересного. Извините, что для вас моя жизнь неинтересна. Но на данный момент в жизни я делаю ремонт, и без этого никуда. Если вдруг кому неинтересно, вы, конечно, можете не смотреть. Я же не заставляю, правильно, у вас нет платной подписки на меня. Колхоз дело добровольное. Хотите, смотрите, хотите, не смотрите. Я все понимаю, что, может быть, кто-то на меня подписан ради, допустим, каких-то летних влогов, да, то есть, когда я там езжу на море, другие видео вы не смотрите, а кто-то, наоборот, подписался, потому что им нравится следить за ремонтом и хочется посмотреть результат, который получится. Кому-то нравятся, допустим, покупки, да, там, не знаю, шмотки. Мне кажется, это нормально, какое-то видео смотреть, какое-то не смотреть, что-то интересное, что-то неинтересное. Ну, потому что у меня контент – это лайф-жизнь, и я снимаю то, что происходит в моей жизни в данный момент. То есть, я не придумываю контент, у меня нету какой-то определенной тематики. Я снимаю все подряд. Как бы писать, знаете, прям так злобно. Фу, неинтересные видосы, скучно смотреть, вообще одни шмотки, один ремонт. Извините, пожалуйста. Если вам не интересно, то я сейчас срочно буду менять свою жизнь, забуду про ремонт, и не знаю, какой контент для вас поснимать, вы скажите, я построю свою жизнь под вас. Все, да, это моя язва вышла наружу, погнали. Я пришла в комнату, и мои первые эмоции – так мило, так слепо, так симпатично. Сейчас камеру перейду, покажу. Вообще-то. Тебе нравится? Да, очень. Это же даже не именно шмот, да? Это вообще-вообще нормой отлично. Вообще не видно ничего. Так, блин, Марина, клеится хорошо. Вы такие хорошие. А это еще за счет того, конечно, что цветочки, это для моток. Да, они все сглаживаются. А если здесь конечно... Поворачиваю. Ромашка, ромашковое поле. Что, что, очень миленько. Смотри, какая лучшая. Ага. Да? На самом деле, моя камера очень часто передает все по-другому. Какая красота. Я всегда хотела себе какие-то цветочки на акцентную стену, еще на той квартире, но не стала экспериментировать. Может, потому что мне обои никакие не попались. А в этот раз я решила добавить души и что-то такого дичачего. Так. В принципе, через вот это шкило будет пройти. Ой, какая красота. Здрасте. Ой, это прям... Слушайте, не передается голубой цвет. Ну, совсем голубой. Ну, он такой нежно... Мятный. Мятный. Мятный цвет. Может, вам видно? Мне нравится. У нас вам это готово. Ну, да. То есть, я вот так вот снимаю видео, видите? Мы не заметили с мамой, то есть, как бы... Нет. Темная со светлым, да. То есть, вот... Мы с мамой первый день решили, что должно быть... Вот такой должен быть рисунок быть. И мы не заметили, что тут цвета разные. А я говорила, треугольник. А я говорила, то есть, надо паромиком. То есть, вот это надо сюда сдвинуть. Ну, кстати, вот это тоже смотрится хорошо. Я не знаю, я бы оставила. Тебе какая-то привилегия. А я бы оставила. Теперь близок. Далее. Да. Это, кстати, Настюшкиные обои. Серые-зеленые. А это мои вот тоже остатки. Ой, ну ты генек красивый. Я не могу прям налюбоваться. Очень нравится. Так, жалко. Так, смотрите. В общем, мы с мамой разобрались. Придется переклеивать эти обои. Просто такая подстава. Вообще не ожидали сами. Видите? Ну, не совпало с рисунком. Вообще, на самом деле, у меня айфон вообще передает совершенно все по-другому. То есть, совершенно другие цвета. Тут такой, знаете, розово-пыльный такой розовый цвет. На видео смотрится как будто бы просто серое. Не открыть люк. Да. Ой, ну ванной я прям очень довольна на самом деле. Переживала. И здесь, и здесь все сделала. Закрыла. Ковырялся там, бедная. Все сделал. А здесь надо вырезать эту шкуку, я так поняла. Да, да, да. Настали. Так что, надо уже покупать туалеты. Не нужно. Целая, да? Гидроизоляция там по банке. А, ну, что делать? Я думала, он у меня здесь засохнет. Может быть, Сереге понадобится? Спрошу у него. Ой, прям свежий цвет такой, прям заходишь. Вот, купила такие. Приятные. Да, вот я хотела минимум вот этих жилок всяких, ну, чтобы она была более-менее однотонная под покраску. Это в коридор. И буду покупать. А смотришь, как вот там, да, стенка? Как стенка, поклеенная смотрится. Я направляюсь за Настеной. Все, решили мой вопрос с мамой. В общем, придется переклеивать два полотна, потому что, ну, все равно, знаете, я точно буду смотреть на эти обои и думать, блин, надо было переклеить. Конечно, мама не в восторге. Ну, лоханулись, ну, неправильный рисунок подобрали, ну, бывает. Ну, что теперь? Ну, что теперь делать? Ну, как? Придется. Придется переклеить. Слава богу, что это всего лишь два полотна. Видите, мама уже, она отрезала. И, к сожалению, придется, наверное, внизу подклеивать. Но я вообще не парюсь, потому что там будет кровать стоять. Я говорю, мама, если что, кусочком там снизу, там, сантиметров 25, наверное, придется доклеить. Знаете, ремонт, не бывает все идеально. Ну, а как по-другому? Ну, ничего не поделать. Реально, ничего. Ну, так получилось. Неприятность эту мы переживем. Кому надоела тема ремонта, можете пока отписаться от меня. Вот я перееду, девочки, в квартиру. Тема ремонта закончится. Но пока придется вам потерпеть. Придется вам потерпеть. А как по-другому? По-другому никак. Ремонт-то надо делать. В моих же интересах побыстрее приехать, чтобы не платить и аренду, и все это. Я, конечно, могу ничего не снимать, просто снять видео уже с переездом. Но благо, многим нравится все равно. Все. После стоматолога вышли. Короче, нас отправили к хирургу. Вообще, у нас все классно выравнивается, у Насти точнее. Но один зуб, который там... Седьмые зубы, зубы, которые еще в процессе... Ой, как мне нравится эта ручка, не могу в виде скалки. В общем, нужно ехать к хирургу, другую стоматологию. Ну и по традиции вкусняшки. По традиции обязательно мы покупаем какую-нибудь вкусную штучку. Причем показать. Купила я, в общем, новые такие подушки для стульев. Эти я хочу постирать и убрать. И взяла более такие симпатичные, так скажем. А вообще, в новой квартире у меня будут новые стулья, а эти стулья я уберу, и они будут нужны, когда будут приходить гости, например. Стулья классные, киевские. Я хочу со спинкой, поэтому я буду новые стулья покупать. Но сейчас я хочу убрать вот эти подушки. Много симпатичнее, мне кажется. Тут, кстати, завязочки не как там липучка. Так, давайте сядем, попробуем. Ну, не могу сказать, что они мега такие прям плотные, но обсидеть можно. В Питере у нас плюс 20. Все, лето наступило. У нас, знаете, и зимы сразу в лето. Весны не было в этом году. Все, погода просто шикарная. Перезла Катюшка на английский. Раньше времени приехали, решили прогуляться. Вон, смотри, уточки плавают. Как все ждали такой погоды. Боже. Дайте нам просто в Питере классную погоду. Можно просто полуковицы такими как вот, да? Кусочек хлебушка или батона. Я думаю, что чуть-чуть больше. Снимаешь эту вкусняшку? Ну что, блог продолжается. Я, в общем, пришла к такому выводу, что домашние тренировки, они самые лучшие для меня, самые подходящие, потому что это дома, никуда не надо ехать, потому что пока ты все это сделаешь, пока ты сядешь в машину, пока доедешь, пока там, не знаю, переоденешься, в общем, это занимает много времени, и я реально для себя решила, что домашние тренировки, это, ну, лучший вариант для меня. Вот я как раз сейчас в Нельзя грамме рекламирую платформу, и я по ней буду сейчас делать пресс, ягодицы, ноги и зарядку, вот, решила до лета привести себя немножечко в порядок. Какое-то использование было в моей жизни, потому что возраст уже, знаете, девочки, не как в молодости. Я готова качать ягодицы. Китайское упражнение, да, как там? Мне кажется, я подкачанная, а так я в обычной жизни. Так я с утра, такая я вечером. Сразу с вами начинаем. Let's go! Let's go! Погнали! Для того, чтобы отлично прошла тренировка, чтобы не было у нас никаких травм, не опираться, просто придерживаем коленки и вращаем на суставе. Отлично. В сторону максимально все прорабатываем. В выполнении упражнения я буду до... Суставы. Ни-ни. Хорошо. Фух. Направлено вперед. Ну что? Спасибо. Я чуть не сдохла. Господи, казалось бы, всего 15 минут. Немножечко выдохлась, потому что ягодицы и ноги качать достаточно сложно, но 15 минут терпимо. Но я просто до этого еще делала упражнения на пресс и растяжку делала. То есть все вместе у меня, наверное, заняло это где-то 35 минут. Но вообще это нормально, при том, что не надо никуда ехать, собираться, переодеваться, еще что-то. Реально кайфово. Мне очень нравится дома заниматься. Продолжу. Чувствую, что завтра у меня все будет болеть. Но ничего. Если вы хотите тоже заниматься и какой-то мотивации, пишите в комментариях. Я тогда буду это снимать. Просто напоминать хотя бы, что можно делать это дома. Все пошло в душ. Я иду на квартиру, еле-еле просто ковыляю. После вчерашних упражнений у меня адски все болит. Просто я еле хожу, я еле сижу. Я проработала себе ягодицы, ноги, что это вообще девять. Оттас. Иду на квартиру, мама там поклеила полностью все комнаты. Ну, естественно, кроме коридора. Поэтому пойдемте посмотрим. Что, вы знаете, новые джинсы как будто бы кривошиты. А потом заметил. На улице просто жара, девочки. 22 градуса. Это жара. Солнце вышло, мне кажется, в Питере все такие стали веселые. Стали улыбаться. Да нет, хватает солнца. Погода так кажется. Третьки. Это я себя снимаю. Нет, это ступень. Парана приехал на работу, принимать работу. Что-то мне хотелось. У меня это генера, что не завтракать. В общем, Настя на комнату готова. Еще не подсохло, естественно. Ну да. Ой, смотрите, вот тут просто телефон передает вообще вот просто какой-то непонятный цвет. В общем, видите, я пытаюсь вам словить цвет, но не получаю. Это зеленые обои. Пойдемте в мою комнату посмотрим. Достойно. Скажем так. Я не подсохнула ли что-то? Это в клетках уделяется. Что делать? Можно потом какие-нибудь средства что-нибудь. Я уже друг-другу буду. Надо это почище. Вот моя комната. Да, вот отсюда не видно от окна. Ну, какое-нибудь средство подходит, какое-то чисто тряпкое. Не знаю. Откресся, тебе дарят. Вот все круглую, круглую. Неужели в клеток может быть? Знаешь, я клею, оно же деревянное. Оно не клеится, расходится. Я пять раз расходится и все. Да что ж такое? И заклеят. Хорошо, вот это пологой переклеить. А есть еще? Да. Не нравится мне. Катина комната самая светлая. Переклеили обоим и все. А я говорила, а меня никто не слушает, что треугольник должен быть. А я еще вам напомню, говорю, неправильно поплеила, сделала треугольник, давайте снимать и переклеивать. Думаю, надо сделать. Правильно делала, да? Ну, Короче, это сделала, я не знаю, три раза в жизни намного симпатичнее, чем передает камера. А кто-то написал, вот какой у меня плиточник, как он плохо сделал, плитку вот так вот одну вырезал, узко и некрасиво. девочки, это люк. Не, не надо, ты закрываешь сейчас. Это люк, делали под заказ, потому что там фильтра, смотрите, чтобы был доступ. Вот так вот. Все нормально. Вот. То есть сюда, смотрите, тут у меня будет столешница под заказ идти, а тут будет туалет, соответственно, нельзя было ничего другого, и нужно было обязательно длинный и узкий, чтобы был доступ к фильтрам, счетчикам, и поэтому, конечно, пришлось вот так вот вот там написали в комментариях, что вот узко, а по-другому никак нельзя было. все хорошо, и таз хорошо станет. А еще написали в комментариях, что вот четыре варианта плитки в одной ванне, девочки, не четыре варианта, а три. Это раз, это два, и это три. Вот. И здесь вот также будет под заказ раковина, тумба тоже, я думаю, голубого цвета сделаю. Ну, кому-то не понравился ремонт, да, ну, я как бы что могу сказать. Это же моя банна, мне нравится, я довольна, мне вот нравится деревянный, вот эта вставка очень симпатично смотрится, и голубой, который типа вообще тут не пришейка, были хвост, мне кажется, что когда будет целостно уже все, когда тут шкаф под заказ будет все, тогда будет, наверное, более симпатично. рано еще судить, когда не сделано до конца. Все, смотрите, красиво. Да и камеры как-то передают все равно по-другому на самом деле в жизни намного симпатичнее. Есть сегодня планы, сегодня вообще у нас четверг, планы, планы такие, что у нас в Питере лето наступило, и зимы сразу в лето, ну, я поработаю, конечно, дела поделаю, помонтирую, поснимаю что-то, надо обед приготовить, и все, и домой. Сегодня хочу курицу с ананасами за печень, Серега заказала, говорит, я тут видел рецепт курицы с ананасами, говорю, ладно, хорошо, давай, приготовлю. Я дыхаю, а завтра я еду на дачу с меню, без мамы, без детей, в компании мужчин, так что, девочки, даю, я еду одна, в компании трех мужчин. Да, самое приятное, во всем этом, вы знаете, что, что я ею и жарю шашлык, наконец-то, я не буду жарить шашлык, шашлык продолжает мужчины, как это и положено. Я уже забыла, как в наследие раз, когда кто-то жарил мне шашлык, не жарил, не жарил, Как там подписано в салат? Шашлык женский круг не терпит, вот реально, я подтверждаю, девочки подтверждаю. Это мужское занятие, жарить шашлык, все, там у девочки салатчики порежут, и винцу попьем. Что, значит, возвращаюсь я к теме здоровья. У меня, короче, тут началась проблема с желудком. Как неделю, короче, у меня постоянно болит желудок. Вот просто реально, знаете, как это происходит. В момент, когда у меня болел желудок, это я работала, где-то у меня лет 20 было, и я очень плохо питалась, очень мало, ну, очень неправильно ела все это, могла целый день не есть, потом хоп, за целый день вечером съесть много. Вот, и у меня начал желудок болеть. Я помню, тогда пила какие-то таблетки, ну, в общем, потом, когда начала нормально питаться, у меня все прошло. И вот сейчас, короче, у меня, вроде бы я питаюсь-то нормально, как обычно. В моем рационе нету ничего жирного, да, то есть я как бы не ем прям жирное что-то, картошку жареную или еще что-то, а тут я Колюшку ела два дня подряд, это она прям в жру такая, знаете, я просыпаюсь, все хорошо, завтракаю, все как обычно. Как только я начинаю испытывать чувство голода, у меня начинает болеть желудок. Вот, и он у меня болит, прям вот так, знаете, прям неприятное чувство такое, даже бывает вплоть до тошноты, ну, как будто бы начинает тошнить. Все, я обедаю, боль пропадает. Все, проходит время, там часа 3-4, перед ужином то же самое, начинает болеть желудок, я ем, все проходит. Слышала, что это первые признаки гастрита, завтра, кстати, буду краситься, записывалась уже в салон красоты. Вот, я надеюсь, что это не так. И, короче, я рассказываю это Сереге, а у него была такая проблема, и он говорит, тебя надо посадить на диету. Бульончик, курочку, без картошки, естественно, без всяких вермишелек, можно там морковочку добавить. В общем, он мне вчера сварил этот бульон, говорит, можно туда яйцо кинуть, и вот, собственно, так питаться. Только курица, только диетическая еда. То есть, такая, знаете, диета легкая. Я говорю, слушай, если ты хочешь от меня избавиться, так и скажи прямо, ты хочешь меня заморить голодом и избавиться от меня. Он, конечно, посмеялся такой, сварил мне этот бульон вчера. На самом деле, было очень вкусно. и я вот сейчас питаюсь этим бульоном, стараюсь как-то сдерживать себя в плане какие-то сладостей, печеньки, вот это все сложно. Сложно. Сегодня конфетку съел, и вот вроде как бы получше, кстати, стало уже. Напишите в комментариях, было ли у вас такое, что вот желудок болел, вы кушали, и он у вас проходил, да, что это вообще такое. И по опыту Серегиным, он сказал, что так вот попитаешься недельку-две, и все придет в норму. Действительно, того, что шашлыки, да, были такая тяжелая пища, я вообще свинину не ем, у меня организм не принимает свинину. Я не знаю почему, но у меня после него такая тяжесть прям, хотя раньше вроде бы не было замечено этого. Сейчас я только вот курочку, там, индейку, да, то есть вот это нормально все. Но как только какое-то мясо, вот свинина, там, картошка тушена со свининой, все, мне сразу, у меня прямо живот, а я что мусульманка, я не знаю. Надеюсь все-таки, что пройдет и станет получше. Я уже готовлю ужин. Курица с ананасами, смазала майонезом, отбила курицу, и в конце добавлю сыр. У нас лето, видите, продолжается. Посмотрите, какой лук. Да. Смотри, как я могу. Только не скатись к лобочкам туда. Господи, все, хватит. Топик вот такой вот крутой, модный. Штаны. И лето в Питере, 21 градус на секундочку. Работать я бы, знаете, на лавочку села, но все лавочки заняты. Вон там лавочки есть. А сидеть с кем-то я интроверта и не могу. Все дохаживаем, английский, школу уже, кстати, все, школа завтра у нас, последний день, они моют парты, и все, аттестации, и они свободны. Представляете? Раньше, помню, до конца мая я училась, шесть дней в неделю. Этих все, еще две недели, до конца мая они уже освобождены. Как так? У нас лучшая школа вообще-то. Ну, это хорошо. Я почитала комментарии, один из самых топовых, залайканных комментариев под прошлым влогом. Вы написали, Марина, как научиться позитиву, легкости, вот этого изма какого-то, да, в какой-то степени, да, как относиться проще ко всему. На самом деле, я всегда была такой. Я была на легке, я всегда была на позитиве. Если есть какая-то проблема, я могу вообще забить на ее. Не могу сказать, что всегда это хорошо, потому что я могу какое-то дело не сделать, забить на него, потом вспомнить, потом решать эту проблему. Вот такая, знаете. Какой бы человек на моем месте бы рвал металл, волосы на голове рвала, что делать, о боже, я такая, да ладно, отпустила, забыла. Реально знаю людей, которые совершенно не такие, они замороченные, они пока там, не сделают, не успокоятся, или что-то произошло, они там, все трагедия, о боже, там, что же делать, накрутили себе, навертели, вот, проблему раздули, хотя, надо было просто взять паузу, немножечко, отпустить ситуацию, подождать, она сама бы, то есть, проблемы еще нет, а они уже, они уже все, все пропало, шеф все пропало. люди назовут это, как это слово называется, господи, это слово, вот видите, мне сразу расстроится, что я тупая, я улыбаюсь, потому что я на позитиве. С небес спустился, мужчина, с неба мужчина упал, прям, как же это слово называется, реально вылетело из башки, очень вспомнила, это слово называется, беспечный, беспечный человек, но на самом деле, это не так, вот моя такая легкость, жизнерадостность, и мой позитив, он реально ощущается, всем окружающим, людям, которые со мной общаются, это реально чувствуется, во-первых, потому что я самодостаточная, у меня нет никакой злости, у меня нету никому зависти, какая-то проблема, я реально могу расстроиться, ну буквально на секунду, на минуту, я знаете, такая, ой, Лилан, все, разрешится, не проблема, завтра новый день, все будет хорошо, я легкая, я порхаю, а потому что я вот такой человек по жизни, Серега едет, я блог снимаю, присаживайся, да, можешь поздороваться с моим подписчиком, всем привет, кого не видел, кто меня не знает, обращающийся за риелторскими услугами, будем вместе работать, сотрудничать, контакты в описании, раздевайся, жарко же, рано еще, потом раздемешь, еще не вечер, вот, я не договорила, я уже не могу, короче, в общем, нет, все, я мысль свою закончила, и, надеюсь, вы меня поняли, ставьте лайки, обязательно, комментируйте, как тебе погодка в Петербурге, как тебе погодка в Петербурге, когда кружку, я помню, да, или там еще что-то, когда из горячего в холодное, тут не было такого, очень странно, ну, в общем, готовьте, по этому рецепту очень вкусно, всем пока.